Говард Лавкрафт. Нечто в лунном свете. Морган не писатель. Он даже говорить-то связано по-английски не умеет. От того-то меня поражает написанное им, хотя у всех остальных оно вызывает смех. Однажды вечером он был один. Как вдруг им завладела неодолимая тяга к сочинительству. И тут же, схватившись за ручку, он написал следующее. «Меня зовут Говард Филлипс. Я живу в городе Провиденция, что в штате Рот-Айленд, на Колледж-стрит, в доме 66. 24 ноября 1927 года, а я понятия не имею, какой нынче год. Я заснул, увидел сон, и с тех пор никак не могу проснуться». Мой сон начался на сыром, заросшем тростниковом болоте, в северной части которого к серому осеннему небу взмывал каменный утес, весь покрытый лишайником. Подгоняемый непонятным любопытством, я поднялся на него там, где он был расколот надвое, обратив внимание на множество страшных нор по обеим сторонам расщелины, далеко уходящих в каменное нутро горы. Кое-где в узком разломе я видел над входом нагромождение упавших сверху камней, которое мешало заглянуть в возможно имевшийся там коридор. В одном таком темном месте я ощутил непонятный приступ страха, словно некая невидимая и бестелесная эманация, принадлежащая каменной бездне, вытягивала из меня душу. Однако там была непроглядная темень, и мне не удалось понять, что меня напугало. Наконец я поднялся на поросшую мхом площадку, освещенную неясным светом луны, которая сменила угасшее солнце. Оглядевшись, я не увидел ни одного живого существа, однако был уверен в чьем-то довольно странном шевелении среди перешептывавшегося тростника на оставшемся далеко внизу гибельном болоте, из которого я незадолго до этого вышел. Пройдя еще немного, я набрел на проржавевшей трамвайной рельсе и изъеденной червями столбы, которые еще удерживали наверху провисшие провода. Я отправился вдоль трамвайного пути и вскоре увидел желтый вагон под номером 1852, обыкновенный двойной вагон выпуска 1900-1910 годов. Он стоял пустой, но готовый к отправке, ибо был присоединен к проводам и удерживался на месте тормозами, а под полом у него что-то гудело. Я влез в него и безнадежно обыскался в поисках выключателя, попутно обратив внимание на отсутствие контролирующего рычага, что говорило о временном отсутствии водителя. Тогда я сел на одну из стоявших поперек лавок и тотчас услыхал где-то слева шорох травы, после чего увидел на фоне лунного неба черные силуэты двух мужчин. Они были в форменных фуражках трамвайной компании, и мне не пришло в голову усомниться, что это кондуктор и водитель. В это мгновение один из них со свистом принюхался и, подняв голову, завыл на луну, а другой, опустившись на четвереньки, побежал ко мне. Я выскочил из вагона и мчался, что было мочи, пока не выбился из сил. А убежал я не потому, что кондуктор опустился на четвереньки, а потому что увидел лицо водителя. Белый конус, прикрепленный к кроваво-красному щупальцу. Я понимал, что это всего лишь сон, но даже понимая это, чувствовал себя нехорошо. С той самой ночи я только и делаю, что молюсь о пробуждении. И напрасно! Так я стал жителем ужасного мира моего сна. Ночь сменилась утром, а я все еще бродил по безлюдному болоту. Когда вновь наступила ночь, я все еще бродил, мечтая о пробуждении. Один раз, раздвинув тростник, я увидел прямо перед собой старинный трамвайный вагон. А рядом коносолице существо, задрав голову, странно выло в струящемся с неба лунном свете. Каждый день одно и то же. А ночью я иду на то ужасное место. Я пытался воспротивиться и не ходить, но все равно иду. Ибо всегда просыпаюсь от пугающего воя при луне и, как сумасшедший, бегу прочь. Боже, когда я проснусь? Это написал Морган. Я бы пошел в дом 66 на Колледж-стрит в Провиденция. Но боюсь того, что могу там увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok